Друзья мои, всем привет! С вами Дмитрий Веретенников, агент по недвижимости. Так, у нас на дворе 21 августа, а значит пора поделиться с вами новостями с рынка недвижимости. Начинаем с новостей от Сбербанка. Сервис Дом Клик запустил полный цикл альтернативных сделок по продаже недвижимости, как с использованием ипотеки, так и без нее. Что вообще такое альтернативная сделка? Это когда в вашей цепочке участвуют несколько объектов недвижимости. Например, вы продаете однокомнатную квартиру и с доплатой покупаете двухкомнатную. И таким образом деньги вашего покупателя, минуя вас, сразу переходят к продавцу двухкомнатной квартиры. Вообще этим сервисом Сбербанк озаботился уже давно для удобства своих клиентов. И вот мы буквально в феврале или в марте месяце были на одной из конференций, где обсуждались проблемы и сложности, вот именно технические, каким образом все это происходит. Но на практике еще такое у нас не случилось. В общем, посмотрим, как работает сервис и я обязательно с вами поделюсь, какие вопросы были решены и насколько это удобно для вас, для покупателя недвижимости. Следующая у нас новость тоже от Сбербанка. С 11 августа Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке, независимо от того, подтверждаете вы доход или нет. И теперь размер первоначального взноса составляет 15%, хотя еще в мае месяце он составлял 30%. А застройщик ФСК, например, вообще запустил сейчас программы кредитования без первоначального взноса. То есть таким образом мы видим, что банки и застройщики в связи с падением спроса сейчас реально бьются за клиентов и уже хотят, в общем-то, привлекать именно ту категорию населения, которая буквально месяца или полтора назад просто не соответствовала критериям ипотечного заемщика. Следующая наша новость приходит из Министерства финансов. Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки под 6% до конца 2023 года. Хотя, напомню, ее завершение планировалось в текущем 2022 году. Почему Минфин выступил с таким предложением? Да, все просто. Мы видим объемы продаж на первичном рынке и понимаем, что свертывание этой программы просто положит этот рынок на дно. Почему государство вообще поддерживает рынок новостроек? Мы сейчас не будем говорить про разные теории заговора, про то, что застройщики лоббируют свои интересы и так далее. Дело в том, что здесь задействовано очень много людей. То есть это производство, это логистика, доставка, собственно, сама стройка, плюс банки, ипотечные, страховые компании. Поэтому это огромный пласт людей, которые на этом деле зарабатывают. Зарабатывают в хорошем плане, то есть как сотрудники, работающие в какой-то компании. Поэтому государство, понимая, что множество людей может остаться просто без дохода и без работы, старается, в общем-то, этот рынок поддерживать. Что же касается поддержки рынка вторичного жилья, разговоры о котором ходили в конце мая, в начале июня, на этот вопрос ответил господин Мутко, который сейчас возглавляет Банк Дом РФ. Он сказал, что это очень опасная история, мы опасаемся взрывного роста цен, как это было с новостройками, когда подобные программы стартовали в 2020 году. Поэтому поддержки на вторичном рынке можно смело не ждать и уже исходить из действующих условий кредитования и цен на рынке. В середине августа были опубликованы объемы продаж новостроек за июль месяц и начало августа. Мы видим, что хорошие показатели были у компании Level Group, потому что у них все это время действовала скидка 20%. То есть это была честная скидка от прайса. Также хорошие показатели в черную пятницу показала компания Don'tStroy, которая также баловала своих покупателей скидкой в 20%. То есть что мы с вами реально видим? Что отрыв цены от спроса произошел уже давно, а минус 20% от прайса – это и есть та цена, по которой сейчас покупатели готовы покупать новостройки. Поэтому я думаю, что застройщикам можно не баловаться с программами 001% ипотеки, 1% ипотеки и так далее. А просто снизить прайс на 20% и продажи пойдут замечательно. Одним из интересных событий прошедшей недели стала выставка «Город для каждого», на которой были представлены основные инфраструктурные и градостроительные проекты Москвы. Большое внимание было уделено реорганизации промзон. Там была показана промзона ЗИЛ, на которой сейчас возводится жилой комплекс ЗИЛАР, реорганизация Москва-Сити и также реорганизация промзоны в районе метро Павелецкое. Ну и пара слов о новинках рынка. Несмотря на то, что спрос на апартаменты падает, застройщики, тем не менее, продолжают выводить на рынок новые проекты. Одним из таких проектов стал «Мирор-здание» от компании МИС. Это комплекс апартаментов в районе Мариной Рощи, улица Октябрьская, 98. Там будут 654 апартамента площадью от 17 квадратных метров. Минимальная стоимость начинается чуть меньше 7 миллионов рублей. Также готовится к старту комплекс апартаментов бизнес-класса «Автозаводская-24». Там будет 909 апартаментов, но цен еще нет. Кстати, напишите, как вам визуализация этого проекта. А вот компания «Пионер» начала принимать денежки за жилой комплекс «Опус». Это клубный дом у Дербеневской набережной. Дом будет на 188 квартир. Минимальная площадь лота 55 квадратных метров. Максимальная площадь 330. Ну, что касается минимальной цены, это 37 миллионов, а ключи будут весной 2024 года. Не замечу, это квартиры, а не апартаменты. Проект на самом деле интересный, и я думаю, что будет востребованный у покупателей. Это были последние новости с рынка недвижимости, друзья мои. А я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Дмитрий Веретенников, агент по недвижимости. А те, кто планирует приобрести недвижимость в Москве и в Лижней Подмосковье, либо выгодно и быстро ее продать, обращайтесь в контакты в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok